Здравствуйте, меня зовут Никита и сегодня мы поговорим с вами о том, кем были предки людей. Древнейшие люди, первобытные люди, кем они были, откуда они появились, где были основные регионы их расселения, чем они занимались. Начнем с определения первобытного человека. Это человек, который жил до изобретения письменности и до появления первых больших государств и городов. Соответственно, историей первобытных людей в первую очередь занимаются археологи по вещественным источникам, о которых мы с вами уже говорили в предыдущих роликах. Поговорим о том, откуда появились, где появились первые люди. Первые древнейшие предки людей появились около двух миллионов лет назад в Восточной Африке. На карте она выделена красным цветом. Впоследствии с развитием их интеллекта, а также некоторыми открытиями, о которых мы с вами поговорим, древнейшие предки людей начали свое расселение по остатку Африки, а также двинулись в Европу и Азию. Как же выглядел древний человек? Древний человек не был похож на современную, он скорее был похож на обезьяну. Но со временем, путем развития своего интеллекта, как я уже сказал, путем приобретения некоторых умений и навыков, человек древний стал все больше и больше походить на человека современного. Сначала он обладал достаточно несуразной внешностью, слишком длинные руки, слишком короткие ноги, а также, как вы можете видеть по первой картинке, очень большое количество волос на лице и на теле. Сейчас у нас такого нет, но люди изначально выглядели примерно так, по заявлениям ученых. Чем же занимались древние люди? Давайте на секунду вернемся на предыдущий слайд и посмотрим на вторую картинку. Здесь мы как раз видим такое типичное занятие древнейшего человека. Он не просто бьет камень о камень у воды, нет. Он специально стачивает один из углов на камне, чтобы он стал острым. И такой острый камень является простейшим орудием труда для первобытного человека. Именно с помощью этого камня, с помощью таких камней люди занимались двумя главными своими занятиями. Это собирательством, простым собиранием различных ягод, фруктов, орехов, всего чего угодно, что было съедобно для человека. А также занимались охотой. Охотой занимались, конечно, самые рослые, самые мужественные, храбрые из представителей людей. В первую очередь представители мужской части населения. Важным моментом, который изменил жизнь людей, это момент покорения огня. Человек изначально, как и другое животное, боялся огня. Опасался его и обходил стороной. Но в один момент произошло нечто, мы не можем знать и пока, как минимум, не можем даже предполагать, что произошло. Но человек понял, что от огня можно получить огромное количество плюсов. От огня можно жарить мясо убитого зверя, и оно будет вкуснее и питательней. Огонь позволяет согреваться темной ночью и отгонять хищников, которые этого огня как раз-таки и боятся. Поэтому человек со временем стал этот огонь сохранять и удерживать в своих жилищах. Но он еще не научился его самостоятельно добывать и создавать этот огонь. Поэтому человек пока только сохранял те очаги огня, которые получались природным образом. Ударила молния или лава от извержения вулкана дошла до места человеческих поселений. Но впоследствии очень важный скачок для развития человека имело событие того, что человек научился добывать огонь самостоятельно. В это же время у человека возникает речь, они начинают членораздельно общаться друг с другом, и происходит мощный скачок в развитии человеческого интеллекта. Он становится все больше и больше похож на современного человека, и такие первобытные люди начинают свое движение на территории Азии и Европы, где и расселяются. Также необходимо добавить, что в это время у людей появляется новое орудие труда. Как вы видите, теперь они более сложно выглядят. Использованы в качестве материалов дерева, а также камень и кости убитых зверей. Также появляется одежда. Люди чаще всего использовали шкуры убитых зверей. И жилища. Жили люди в основном в пещерах, где могли уже разводить огонь и тем самым согреваться, спасаться от хищников и от холодных ночей. На этом у меня все. На следующем занятии мы с вами поговорим о том, как же жили впоследствии первобытные люди, как они дошли до того, что стали современными людьми с четким сознанием и интеллектом, как у нас с вами, и как же развивалась история человечества дальше. Спасибо за внимание и до встречи.